Здравствуйте, информационный канал продолжает экспертное мнение. В Удмуртии прошла презентация карты инвестиционных возможностей региона. Долго готовились, приехали бизнес и власть со всей России, были иностранные представители, собрались почти 300 потенциальных инвесторов. Как это было и насколько эффективно прошло, поговорим сегодня. У нас в студии временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Александр Бричалов. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу первые отклики. Я процитирую первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова, который сказал, презентация удалась. Хочется взять кого-то за руку и сказать, инвестируй в Удмуртию. Вы сами насколько довольны тем, как прошла презентация? Презентация была не сама цель. Я доволен результатом. А результат тот, что главы муниципальных образований, главы муниципальных районах действительно стали одной командой, провели большую и очень качественную работу, которая дала первый результат. Карта инвестиционных возможностей Удмуртской республики есть. Вот этим я доволен. Презентация — это лишь инструмент упаковки, трансляции того, что мы делаем. Да, она была неплохой, но еще раз повторюсь, для меня главное — эта команда здорово отработала. Но в таком случае основная цель какая? Основная цель — в течение пяти лет увеличить объем налоговых и неналоговых платежей в два раза. Сейчас мы имеем в год 140 миллиардов рублей, из которых 52 остаются в республике. Через пять лет мы должны иметь 280-300 миллиардов рублей, что, соответственно, нам позволит более 100 миллиардов оставлять в бюджете в Удмуртии. Это будет точно бюджет развития, а не бюджет выживания. То есть научиться конкурировать? Конкурировать можно учиться, не учиться. Мы уже конкурим, мы обязаны конкурировать. Важно, чтобы все то, что мы делаем, это было привязано к конкретным срокам и цифрам, чтобы это не было процессом, чтобы это не были презентации одна за другой. Это конкретная дорожная карта, которая должна выйти конкретным цифрам. Вы уже упомянули, что очень серьезная подготовительная работа была проведена. В частности, районам было задание в течение всего двух месяцев провести ревизию инвест-возможностей. Как районы откликнулись на эту идею? Сложно, потому что такой задачи до этого им никто не ставил. И вообще установка была, что бюджет Удмуртии есть, пусть он и решает наши вопросы. В принципе, доля правды здесь была. Теперь мы пытаемся поменять отношения и к селу, и к деревне, и к району. Помимо того, что, конечно, бюджет республиканский будет решать социальные проблемы, но с земли нам необходима помощь в поиске и реализации тех точек экономического роста, которых у нас в Удмуртии очень много. Без глав муниципальных районов и городских округов мы все то, что сейчас сделали, не реализуем. Поэтому вот большая часть из команды откликнулись и провели очень хорошие, действительно, два с половиной месяца. И сделали очень классные проекты. Есть проекты, которые уже сегодня и вчера подписываются. Поэтому я считаю, что справились, молодцы. Для вас что лично стало открытием при подготовке этой карты? Ну, во-первых, огромные нереализованные возможности в сфере туризма. Ну, просто мы не то, что там на старте, мы на предстартовых позициях. Это огромный рынок. И те проекты, которые уже есть, их надо переупаковывать. Один из примеров, чтобы у нас больше языком цифр. Прекрасная резиденция Толбабай, Деда Мороза. 55 тысяч в год. Знаете, сколько в Великий Устюг ездит? 1 миллион 200 тысяч. Я могу сказать, наш Толбабай, наша резиденция, наш Деда Мороза ничем не уступает. То есть это реальная планка тоже? Это абсолютно планка реально. 2019 год, 250 тысяч, я уже поставил задачу. Для этого нужно, конечно же, и республике работать, и в представленной корпорации развития Удмуртия будет очень сильный отдел по развитию туризма, событийного, спортивного, культурного туризма. Мы будем поддерживать вот такие проекты, которые у нас в районах есть, выводить их на российский международный рынок. Поэтому туризм – это первое, что меня приятно удивило, это огромная точка роста. Второе – это малые инновационные компании. Их очень большое количество, и это не просто стартапы, это точно серьезные проекты, которые имеют очень серьезную перспективу превратиться в средние и даже крупные компании. Какие направления заинтересовали инвесторов? Вообще, вот по оценке экспертов, какие направления в ближайшее время будут востребованы, куда инвестировать? У нас задача сейчас – ту качественную продукцию пищевой отрасли поставлять как можно больше стран. Сегодня интересная была ситуация, пока мы общались с китайцами. Вчера они на презентации, мы их угостили мороженым, село Зеленое. Я не думал, что только мороженое вообще можно съесть. Сегодня компания «Комбас» нам к переговорам целый ящик привезла, они за полтора часа все съели. У меня нет сомнений, что до конца года мороженое будет на полках в китайских супермаркетах. Поэтому пищевая продукция у нас на высоком качестве, и у меня большой запрос в мире. И это быстрые победы. Это то, что мы обязаны сделать до конца года. Несколько миллиардов рублей выручки от реализации этой продукции мы должны сделать. Ну и, конечно, приоритет — это малый бизнес, я о нем уже сказал. Те наши крупные компании оборонно-промышленного комплекса, которые уже имеют продукцию гражданского назначения, моя личная задача как главы — продвигать их и искать для них рынки сбыта. То есть я, насколько поняла, и международные рынки сбыта, они тоже возможны. Вот хороший пример был. И с китайцами вы тут упомянули. У нас утром был серьезный переговор с венгерской делегацией. Запомните, и это будет теперь навсегда, Удмуртия — часть глобального мира. Не надо нам самим себе в голове делить, что мы, ну да, вот с Татарстаном еще можем там или с Перью. В этом нет никакого смысла. Те компании, те предприятия, которые хотят развиваться, должны себя видеть и позиционировать в глобальном мире. Китайский рынок — это полтора миллиарда человек. Вы представляете, рынок потребления и 147 российский. Так, а те же самые усилия по продвижению продукции там и здесь, а может быть даже иной раз и легче. Именно поэтому мой ключевой партнер у нас — российский экспортный центр. На Инопроме в Екатеринбурге стенд российского экспортного центра из 12 российских предприятий, 6 из Удмуртии. И это в первую очередь для продвижения в мире. Для нас это абсолютно нормальная задача. Мы не делим, давайте в этом году попробуем зайти на полки в Москве, а вот уже потом, когда мы там покрепнем, нет. Задача изначально — глобальный мир. Ну и плюс теперь карта доступна и во всемирной паутине запущен новый ресурс — investudm.ru. Насколько сегодня инвесторы проявляют интерес к этому ресурсу? Ну, мне всю ночь писали, тестили сайт, абсолютно серьезно. Я могу даже глава фонда развития промышленности, значит, агент стратегических инициатив, коллеги, те, кто с Игорем Ивановичем Шуваловым приезжал, они тестили сайт и говорят, это классно. Территория, значит, нажимаешь на иконку, появляется проект с его описанием. Конечно, он требует анализа, вникнуть надо в проект, но тем не менее карта по сути есть. У нас сейчас почти 100 комментариев конкретных по и работе сайта, по тем проектам, которые там представлены, поэтому я могу точно сказать, что в этом смысле и проект, и продукт удался. Кроме того, был представлен и новый сайт — топ-100 бизнес-чемпионов Удмуртии. По каким критериям составлялся этот рейтинг? Темп роста, перспектива рынка, на котором предприятие себя работает и позиционирует, ну и непосредственно позиционирование. Есть еще некоторые критерии, но здесь важно не то, по каким причинам и признакам попало в топ-100, а то, что нам очень важно вместе с вами, с телевидением, со СМИ, популяризировать предпринимательство, чтобы это было модно, чтобы это было уважаемо, потому что предприниматель, бизнес — это такой же работодатель, как и Газпрома, и как администрация главы Удмуртии. Поэтому топ-100, он в том числе и для этого был. Если вы заметили, на презентации были не наши уважаемые, крупные, Белкамнефть, Калашников или Купол, а малые компании, и мы сознательно это сделали. Почему? Потому что здесь очень долгое время совсем не уделялось время малому бизнесу. А у нас есть уникальные чемпионы. «Прятки в порядке» — это номер один сеть в России. Можете себе представить. Тести кофе, поставлять самый крупный поставщик кофе. Когда Григорьевич слушал, он поверить не мог. Сегодня перепроверял, действительно это так. И нам очень важно из этих чемпионов растить к средней и крупной компании. Я уверен, у нас получится. Речь идет не только о глобальных проектах сегодня, но и у салонов красоты, даже у маленьких тоже есть шанс. Когда-то Илон Маск рисовал где-то на листочке свою Теслу идею, а сейчас это компания «Миллиардер». Помогать Куполу проще. У них есть ресурсы, есть компетенции. А вот помочь Хадвей Иван Клобуков с его гаджетом Хадвей сложнее. И здесь мы должны помочь. У нас есть ресурсы, поэтому, конечно, акцент на малый и средний бизнес. Вы уже сказали, только презентации работы не ограничивается. Что дальше и что делать потенциальным инвесторам, которых не было на презентации? Сейчас, во-первых, те, кто приехали на презентацию, это лишь маленькая толика тех, с кем мы провели переговоры за эти 3,5 месяца. И у нас сейчас в стадии таких уже реального проработки проектов около 100. Мы отработаем всех, кто первый раз приехал, и уже это делаем. И делегации иностранные, я лично сейчас принимал китайскую делегацию. Отработаем, познакомим их с теми проектами, которых заинтересовали. Это будет такой уже формат B2B работы. Но следующий шаг — это план, проработка. В конце августа мы с главами муниципальных районов и округов будем делать единый календарь событий Удмуртии. То, что очень важно для продвижения туризма культурного и спортивного. Вот мы будем снова на день закрываться. Сейчас главы нам свои праздники, какие-то городские мероприятия, спортивные. Все сводят в единый календарь. Мы соберемся и разнесем это по датам, чтобы, во-первых, друг друга не перехлестывать. Это раз. А второе, чтобы мы наконец-то для желающих приехать в Удмуртию дали полную картинку по всему году. От лыж зимой, чайковского, весной до, не знаю, каких-то мероприятий летом, беговых, плавательных, культурных. Кербан, Симык, Гербер и так далее. Это будет единая карта, и это тоже элемент бизнеса. Вот один из плановых шагов. В конце августа мы эту работу сделаем. Где и как отслеживать судьбу этих проектов, которые были представлены? Во-первых, все социальные сети, где я представлен, мы стараемся с моей командой информировать своевременно. Я надеюсь на поддержку и СМИ, и телевидения, и радио. Потому что очень важно, чтобы и бизнес, и общество видело, что это реальная работа. Ну, к примеру, Сараповский электрогенераторный завод вчера подписал соглашение с Карачаевским заводом. И теперь будет поставлять, по-моему, почти 6 тысяч лебедок для лифтов. Что это такое? Это 70 рабочих мест. Новых 70 рабочих мест. И это уже понятно людям, что делает глава, что генеральный директор СГЗ Мусинов, что делает Эссен. И вот так мы будем публично и открыто информировать людей о том, что происходит с нашими проектами. Ну что же, будем работать вместе. Спасибо, Александр Владимирович. Правильная фраза. Будем работать вместе. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо. Александр Воличалов сегодня у нас в студии. Это было «Экспертное мнение». Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»